На данный момент я нахожусь в декрете по уходу за ребенком. В Арифлэйм я пришла 21 января 2013 года. Меня пригласила моя хорошая знакомая Ирина Кушнир, которая сейчас является моим спонсором в Арифлэйм. Сегодня мы поговорим с вами о продукции Арифлэйм, расскажем, как ее правильно применять, а также научим вас показывать каталог и собирать заказы. Косметика Арифлэйм является натуральной шведской продукцией. Арифлэйм – это все самое лучшее, основанное на натуральных ингредиентах и новейших научных исследованиях. Опыт в области по уходу за кожей более 45 лет. Арифлэйм – это уникальные инновационные косметические продукты высокого качества по привлекательной цене. Если вы замечали, то на обратной стороне каталога вы увидите значки, которые отвечают качеству продукции высоким стандартным. и неукоснительно следуют общепринятым этническим нормам. Разработка каждого нового продукта Арифлэйм может занять до 5 лет, потому что всегда тщательно разрабатывается каждый новый продукт. Это очень кропотливая работа, поэтому длительность от начала ее задумки до воплощения может занять до 5 лет. Научно-исследовательский центр Арифлэйм находится в столице Ирландии, Дублине. Большинство продуктов производится на 5 заводах, которые находятся в собственности Арифлэйм. В Польше, в России, в Швеции, в Индии и в Китае. В Арифлэйм очень обширный и широкий ассортимент продукции. Тут мы можем найти и средства по уходу за кожей, и декоративную косметику, средства по уходу за телом и волосами, парфюмерию, аксессуары и также продукты здорового питания, wellness. Сейчас мы остановимся на разделе ухода за кожей лица. Необходимо, если ваш клиент не знает, какой крем им выбрать для лица, как правильно ухаживать, то нужно нам, консультантам, правильно подсказать, что лучше выбрать. Необходимо помнить и соблюдать 4 этапа о заботе своей кожи. Первый этап – это очищение. Очищение – это удаление макияжа с лица полностью. Мы очищаем лица для того, чтобы предотвратить появление каких-то воспалений, пятен. И эту процедуру нам необходимо проводить 2 раза в день. Это утром и вечером. Второй шаг – это тонизирование. Для чего нам это нужно? Тонизирование делает нашу кожу более упругой и сужает поры. А также мы подготавливаем кожу для следующего этапа – это увлажнение. Увлажняя нашу кожу кремом, мы ее смягчаем и защищаем. А также поддерживаем баланс влаги кожи. После этой процедуры наша кожа выглядит более здоровой и гладкой. Такую процедуру необходимо выполнять каждое утро. И четвертый шаг – это питание нашей кожи ночью. Наша кожа благодаря ночному крему питается и восстанавливается во время нашего сна. Кожа увлажняется и каждый вечер необходимо выполнять эту процедуру. Таким образом следует заботиться о своей коже. Кожа вокруг глаз требует особого ухода, потому что в этих местах чаще всего образуются морщинки. Признаки старения более видны у нас под глазами. Выбирайте крем для век в зависимости от своего возраста. И наносите крем днем и вечером на очищенную кожу вокруг глаз. Как правильно выбирать средства по уходу за кожей? Нам в этом поможет справочник по уходу за кожей, который вы можете заказать, как обычно, заказать либо у своих консультантов, либо сами. Для этого нужно вбить код 514 по 750. Этот справочник используют, чтобы правильно подобрать продукцию для себя. Правильно подобрать крема для своего типа кожи. Для... В соответствии с возрастом. И для того, чтобы посоветствовать своим клиентам выбрать правильный уход за кожей лица. Вот так вот выглядит этот справочник, если его развернуть. Необходимо вначале определить свой тип кожи. И далее по таблице, в соответствии с ее типом и возрастом, уже порекомендовать продукцию своим клиентам. Или подобрать для себя правильный уход. Также добавив какую-то определенную еще продукцию, в зависимости от нарушений, может быть, каких-то там покраснений на коже. И найти уже данные продукты в каталоге. Давайте познакомимся с продуктом Экологен Д3+. Благодаря сочетанию основных ингредиентов этого продукта мы корректируем нички морщины и возрастные. Это эффективный уход против морщин в возрасте от 35 лет. Они очищают поверхность кожи и повышают ее упругость. Следующий продукт это Эко-бьюти. Это комплексный уход за кожей лица для возраста от 25 лет. Обеспечивает восстановление, питание и защиту кожи. Эта серия состоит из трех продуктов. Это разглаживающий дневной крем с питательными маслами. Который разглаживает кожу и придает ей более здоровый и свежий вид. Эффект виден сразу после применения. Кожа становится более свежей и увлажненной. Второй продукт это разглаживающий ночной крем с питательными маслами. Он питает, защищает и обновляет кожу во время сна. И третий продукт это разглаживающий крем для век с питательными маслами. Который разглаживает морщинки вокруг глаз. Уменьшает темные круги и при пухлости под глазами. Давайте изучим технику макияжа. В Арифлэм представлены три вида декоративной косметики. Это Вереми. В Вереми эта косметика больше подходит для яркой экстравагантной женщины. Которая сохранила молодость в своей душе. И готова поэкспериментировать в цветовой гамме. Косметика Джордани Голд. Это для такой роскошной женщины. Изысканной. Которая демонстрирует современную самодостаточную роскошь. И некий такой идеал. И еще серия косметики Арифлэм Бьюти. Эта серия подходит первоклассник для образа современной, активной женщины. Женщины, которая готова к переменам, стремлению и удовольствию. Сейчас мы поговорим о технике нанесения макияжа. Шаг первый. Это нанесение тональной основы. Тональная основа подчеркивает наш естественный тон лица. И делает цвет более ровным. Затем мы наносим корректор под глаза. Или на какие-то неровности, пятна, которые присутствуют на лице. Затем мы наносим пудру. Для того, чтобы закрепить наш макияж. И убрать блеск с лица. И придать матовость к коже. Шаг четвертый. Это нанесение румян. Румяна высветит наш цвет лица. И придаст лицу сияние. Теперь поговорим о каждом продукте в отдельности. Тональная основа подчеркивает естественный тон вашей кожи. И необходимо правильно выбрать тональную основу для себя. Для этого нужно взять тональную основу, нанести ее на подбородок. И подойти к зеркалу при естественном цвете. При дневном цвете. Чтобы увидеть, подходит ли вам эта тональная основа. Ее не должно быть видно различия между вашим тоном и тональной основой. Правильно подобранный тон, это тон, которого не видно. При нанесении нужно равномерно растушевать тональную основу по всей поверхности лица. Выбирая корректор, необходимо помнить, что нанося его под глаза, тон корректора должен быть светлее на один тон своего основного цвета лица, тональной основы. А если у вас какие-то воспаления на лице, на других участках кожи, то цвет корректора уже идет в тон с тональной основой. Для нанесения и растушевки корректора необходимо пользоваться специальной кисточкой для макияжа. Далее мы наносим пудру. Пудра бывает рассыпчатая и компактная. В чем их отличие? Рассыпчатая пудра, она лучше и легче компактной пудры. Фиксирует макияж и матирует блеск. Компактная пудра, она лучше отражает свет и фиксирует тональную основу. А также подходит для коррекции макияжа в течение всего дня. Вообще наносить тональную основу нужно тонким слоем по всей поверхности лица. С помощью румян можно подчеркнуть достоинства и сделать лицо более привлекательным. Румяном нужно пользоваться для того, чтобы подчеркнуть форму лица, сделать акцент на его достоинствах и освежить и улучшить цвет лица. Для более грамотного эффекта просто улыбнитесь и наносите румяна на скулы круговыми движениями. Для того, чтобы подчеркнуть свой взгляд, необходимо выполнить 4 простых шага. Первое – это нанести тени для век. Тени делают глаза яркими, взгляд сияющий, и цвет глаз становится насыщенный. Далее мы пользуемся карандашом для глаз, для того, чтобы подчеркнуть нашу форму глаз и зрительно их увеличить. Затем мы наносим тушь для лисниц, чтобы сделать наш взгляд выразительней. Также тушь делает акцент на все лицо в целом. И в завершение мы берем карандаш для бровей, для того, чтобы подчеркнуть их форму, сделать их четче и ярче. И в завершении нашего макияжа мы берем карандаш для бровей. Для чего нужен карандаш для губ? Первое – это чтобы подчеркнуть форму наших губ и для того, чтобы помада не растекалась. Далее мы наносим губную помаду в цвет карандаша для губ, чтобы завершить образ. И наносим блеск для губ. Это придаст нашим губам объема и сияние. А также освежит макияж и завершит его в целом. Теперь я передаю слово следующему наступающему. Всем спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова